Мы в Российском Союзе, мы и по ДКБ, при всех тех претензиях, которые предъявляются, мы это прекрасно знаем и видим тоже недостатку в работе в ДКБ. То есть, равно это дополнительная рамка российско-армянского военно-политического, военно-технического, торгового-геронического сотрудничества, которое содействует укреплению безопасности республики. А это основной вопрос. Мы понимаем, что достаточно активные дискуссии ведутся. В том числе и с аргументацией, скажем так, не всегда соответствующей действительности. Мы прекрасно понимаем, что альтернативная система безопасности, скажем, связанная с западным альянсом, она тоже переживает, скажем так, непростые времена. И по ситуации на Брежневой Московской, в частности, и в некоторых других регионах, мы видим, что здесь вопросов достаточно много. Я просто здесь хотел бы акцентировать внимание на связь этих вопросов. В то же время прекрасно понятно, что диалог между Республикой Армении и Европейским Союзом, он имеет системный тоже, и во многом обусловленный взаимный интересный характер. Здесь просто я уже, наверное, заканчиваю, может быть, в режиме вопросов ответа, и потом, безусловно, поработаем. Я бы хотел обратить внимание, просто единственное, на примере некоторых балкасских стран. Процесс такой расставленный во времени, но европейские партнеры требуют достаточно много, например, от той же Сербии, помимо, скажем так, признания Фосова, некоторых других экономических референций. Ну, это такая неформальная информация, но, тем не менее, она озвучивается. Предлагается выбор, например, в отношении свободной торговли с Россией, Белоруссией и Казахстана в Сербии, свертывание торговых отношений с третьими странами, с Индии и Китай, закрытие ряда российских объектов. Все это в обмен на членство, так сказать, в Европейском Союзе, которое, так сказать, под массой переносов сербского руководства, грубо говоря, под парковкой. Мне кажется, что это достаточно серьезная тоже такая тенденция, которая, с чего я начал, тем я закончу, свидетельствует о том, что любые экономические и политические вопросы, они тесно связаны. И увлекаясь, какими-то, скажем так, экономическими почетами, вот, а за что-то, наверное, я, как экономист, по разной векторальной интеграции более предметно, просто нужно не забывать о том, что существуют некоторые геополитические рамки со стороны европейских квартиров. Они, как правило, в той резервной форме требуют, оказывается, достаточно серьезное давление, в том числе в направлении сферстывания торгово-экономических и динамических связей с Россией для третьих стран. Мне кажется, об этом не надо никогда не забывать. Никогда не надо забывать. Спасибо большое.